На сегодняшний день все общеобразовательные учреждения закреплены за определенными высшими учебными заведениями. Представители вузов тесно взаимодействуют с педагогическим составом школ. Таким образом, планируют повысить квалификацию учителей, внедрить в процесс обучения инновационные методы. В том числе проводятся различные совместные мероприятия, конкурсы. Один из таких примеров – это соревнования по киберспорту, прошедшие в одной из школ Боявудского района Сырдаринской области. Преемственность школы и вуза. В идеале этот союз должен воспитывать высококвалифицированные кадры, формирование которых начинается еще со школьной скамьи. Ведь именно здесь определяются интересы молодежи и задачи, которые нужно решить по итогу. Мероприятия, признанные наладить и укрепить сложившийся диалог между общеобразовательными и высшими учебными заведениями страны, на этот раз прошли в школе номер 3 Боявудского района Сырдаринской области. При поддержке Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада Аль-Хоризми сотрудничество, с которым выходит на новый уровень, учащиеся 5-6-7 классов соревновались в киберспорте. Направление относительно новое, но уже успевшее получить популярность среди молодежи. Ташкентский университет информационных технологий имени Мухаммада Аль-Хоризми наладил сотрудничество со школой Боявудского района и городом Сырдарин. Для улучшения качества образования были созданы мобильные группы. К примеру, от преподавателей школы номер 3 Боявудского района поступила просьба увеличить число часов по информатике и английскому языку. Мы откликнулись на эти просьбы. И преподавателями нашего вуза организован кабинет английского языка. Здесь три раза в неделю у учащихся есть возможность посещать кружки английского языка. Примечательно, что данные кружки открыты не только для учащихся школы, но и для всех желающих. Виртуальные игры давно переросли просто до сук, превратившись в серьезный спорт или профессию. По словам специалистов, у человека, занимающегося киберспортом, развиваются мыслительные способности, так как он требует обдумывания своих решений. Из года в год киберспорт продолжает набирать популярность на территории Узбекистана. Для этого есть все необходимое. Интерес среди молодежи подогревает командный дух соревнований. Киберспорт боится. В соревнованиях по киберспорту занял почетное первое место. Немногие знают о пользе киберспорта. Он улучшает память, развивает фантазию. К тому же это современный вид спорта, неразрывно связанный с точными науками. Ну а в оживленной беседе с учениками говорили о важности осознанного выбора профессий и вместе с тем направления обучения. В ходе же отдельной встречи с педагогами выделяли необходимость проведения уроков и воспитательных часов, направленных на профессиональную ориентацию учащихся на высоком уровне. Ведь придя в ВУЗ, многие молодые люди зачастую еще не знают, кем хотят стать в будущем, какую профессию выбрать. По итогам коллеги пришли к общему мнению о том, что такая практика пойдет на пользу как ВУЗам, так и школам, улучшив тем самым качество образования. На сегодняшний день совместно организуются курсы по повышению квалификации как в онлайн, так и в оффлайн формате, ориентируясь на современную методику преподавания точных и естественных наук. В наши дальнейшие планы входит организация Дня открытых дверей в Ташкентский университет информационных технологий, чтобы все учащиеся 57 школ Баяутского района смогли ознакомиться с условиями обучения в данном ВУЗе. Отмечалась новая система, направленная на налаживание и укрепление сотрудничества между преподавательским составом ВУЗов и закрепленными за ними общеобразовательными школами, уже в скором будущем даст свои плоды. Сейчас же во главе угла стоят задачи по совершенствованию методики преподавания и подготовке высококвалифицированных кадров.